Единая Россия подводит итоги. В партийном съезде приняли участие 728 делегатов и более 2000 гостей. Наш регион представили депутату Госдумы от Архангельской области. Они были в полном составе вторыги на Палкин-Юрков, губернатор Игорь Орлов, глава Архангельска Игорь Годзиш и представители регионального отделения партии. Съезд это все-таки та площадка, которая позволяет сверить часы со всей страной и осознать настроение и понимание, что людей волнует через делегатов. За последние пять лет Архангельская область закупила 200 школьных автобусов, построила и отремонтировала 50 детских садов, открыла более 100 спортивных площадок и 32 хоккейных корта. В экономику региона привлечены миллиарды инвестиций, но фокус в первый день съезда не на итогах, на будущем. Семь дискуссионных площадок сотни политиков и экспертов расставляли акценты. Сейчас самая главная задача, которую мы ставим перед собой, добиться того, чтобы индексация пенсии в этом году на уровне инфляции прошлого года была осуществлена не только неработающим пенсионерам, но в том числе и работающим. Новости для бизнеса. Единая Россия берет курс на снижение налоговой и фискальной нагрузки, обязательно сокращение проверок предпринимателей. Много говорили и о ЖКХ. Довольный избиратель живет в комфортной среде, уверены в партии. Парки малых городов и городская среда – два приоритетных проекта Единой России на ближайший год. Благодаря им только на благоустройство дворов в Архангельской области в 2017 году потратят более 200 миллионов рублей. В рамках каждого из этих проектов в большинстве регионов страны появятся новые общественные пространства и новые дворы. Партия взяла под особый контроль вопрос развития городского хозяйства и общественных зон. Поэтому, думаю, что для Архангельской открываются очень серьезные перспективы в этой части. Внимание требуют все дворы региона. Но деньги партии на детские площадки, парковки, уличные тренажеры в первую очередь получат те, кто готов и сам вкладываться в комфортную среду. Идеальный кандидат для участия в проекте – дворик многоэтажки по улице Советской в Архангельске. В прошлом году он стал первым в номинации «Самый уютный двор городского конкурса». Все здесь сделано руками жильцов. Хотели детскую площадку, она у нас уже старая, она была самая первая. Здесь и школьники бегают, всегда качались. И детей у нас очень-очень много, и нам бы надо обновить ее. Отдельное внимание партии – региональным театрам и домам культуры. Для финансирования их ремонта, а где-то и строительства, начали работу еще два партийных проекта – местный дом культуры и театры малых городов. 7,5 миллионов рублей наш регион получил на сельские дома культуры и 8 миллионов на муниципальные театры в Котласе и Северодвинске. Очень жалко, что в нашей Афганской области не все муниципальные образования подали заявки на ремонт. У всех есть, и по конкурсу можно было получить деньги, но подали только 16. Но я думаю, что будет продолжаться эта работа, и мы будем обязательно уделять внимание сельским домам культуры. Что касается агропромышленного комплекса, господдержка АПК в 2017 году осталась на прежнем уровне. Аграриям партия обещала максимальную помощь. Планируется понижение процентных ставок на кредиты, планируется финансирование, федеральное финансирование на национальные проекты. Это поднятие села, первый проект, это поддержание семейных ферм, поддержание малого бизнеса. Приняты были на съезде важные кадровые решения. Председателям партии на ближайшие пять лет единогласно переизбрали Дмитрия Медведева. Главой высшего совета остался Борис Грызлов, а секретарем генсовета Сергей Неверов. Рост экономики страны в целом невозможен без благополучия конкретного человека. Вот, наверное, главный тезис прошедшего в Москве съезда Единой России. Программные заявления могут быть сколь угодно впечатляющими, но без понимания поддержки и работы муниципалитетов и бизнеса озвученные планы могут остаться лишь красивыми тезисами. По большому счету теперь все зависит от готовности на местах работать в рамках озвученного курса. Ирина Ившина, Евгений Зыков, 7 дней в регионе.